МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крае завершается подготовка к празднованию 9 мая. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте. Сегодня Новоалтайск отмечает день рождения. Он начал свою историю как рабочий поселок Чесноковка, а 8 мая 1942 года официально стал городом. В честь этого события, а также в преддверии празднования Дня Великой Победы, на одной из улиц Новоалтайска заложили капсулу времени с посланием для потомков. А на центральной площади все желающие приняли участие в эстафете. Кольцо Победы здесь же раздают георгиевские ленточки. Сейчас в Новоалтайске работает наша съемочная группа о том, как отпраздновал День города ближайший сосед Барнаула. Подробнее смотрите в вечернем выпуске. В Алтайском крае увеличили нормативы потребления воды. Сколько будут платить жители, выясняли корреспонденты из Дании Сибирской медиагруппы. Далее утренний обзор прессы. Управление края по госрегулированию цены тарифов утвердило новые нормативы потребления горячей и холодной воды, по которым платят жильцы без счетчиков. Решение уже вступило в силу, пишут корреспонденты комсомольской правды на Алтае. Новые нормативы заметно выше прежних. Увеличение зависит от степени благоустройства квартиры. Кроме того, теперь они дифференцированы по семи климатическим зонам. Жильцы многоквартирных домов будут платить в половину больше за холодную воду и на 80% за горячую. Размер потребительской корзины для жителей края останется прежним до 2021 года, выяснили корреспонденты Бийского рабочего. Краевым законом установлено, взрослый житель края в год должен съедать хлебных продуктов. 131 килограмм, 93 килограмма картофеля, овощей и фруктов 175 килограмм, 23 килограмма сахара и 58 мяса. Подробнее с нормами потребления можно ознакомиться на сайте газеты «Бийский рабочий». О полиции БРУ сообщает приятную новость для ветеранов. Барнаульские таксисты будут целый месяц возить их бесплатно. В честь Дня Победы бесплатный проезд будет также организован в межмуниципальных автобусах 4 по 12 мая. А 9 мая бесплатный проезд обеспечит ветеранам в Заринске. Евгения Даровская, наши новости. Тело 15-летнего подростка обнаружено накануне в заброшенном здании гаражей в Барнауле. Следователи уже проводят доследственную проверку. По этому факту мальчика без признаков жизни нашли вечером 7 мая в гаражах по улице Эмилии Алексеевой. Признаков насильственной смерти, уточнили следователи, на теле подростка нет. По предварительным данным он мог отравиться парами вдыхаемого вещества. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрошены несовершеннолетние, находившиеся в компании с погибшим мальчиком. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Воспитанники двух танцевальных коллективов из Благовещенского района края обращаются к властям с просьбой сохранить учителя, что попал под сокращение по оптимизации. Дети записали специальное видеообращение, которое разместили в социальных сетях. Они вызывают чиновников проявить милосердие и сохранить им педагога с многолетним стажем. Ладно, я в обстановке 11 класса, я вот думаю, она доведет меня, как остальные люди. У меня есть сестра, которая ходит на танцы, и она останется без преподавателя. Хореограф Наталья Лысенко руководит двумя танцевальными коллективами «Радость» и «Фантазия». Недавно она попала под сокращение по оптимизации системы образования. В итоге педагога перевели на неполную ставку. Поддержать наставника решили дети и их родители. 1300 военных Барнаульского гарнизона примут участие в праздновании 9 мая в Краевой столице. Накануне на площади Советов прошла генеральная репетиция. Почти на 4 часа ради этого ограничили движение в самом центре Барнаула. На площади собрались участники пяти детских творческих коллективов Краевой столицы. Куртки и шапки не помешали отработке номеров. Вместе с детьми в репетиции активное участие принимал и взвод почетного караула Барнаульского юридического института. И хотя многие зрители увидят такое не впервые, а точные движения с карабинами в руках всегда зрелищны. 9 мая зрители увидят также прохождение строем 17 парадных расчетов. Это не только представители четырех войсковых частей Края, но и курсанты военно-патриотических клубов города. Празднование начнется в 10 утра. Следом за военными и курсантами по площади пройдет колонна бессмертного полка. Также 9 мая специальную тематическую площадку организует Сибирская медиагруппа. В 17 часов в Октябрьском районе Барнаула на площади УДК «Трансмаш» начнется программа «Во имя мира на земле», в которой примут участие известные творческие коллективы города. Здесь же будут работать тематические фотозоны от партнеров. Можно будет выиграть памятные призы за участие в конкурсе «Адванка Восточный». Программа завершится в 22.30 праздничным фейерверком. А сегодня в Барнаульской галерее «Универсум» открывается уникальная выставка. Автору представленных картин 95 лет. В экспозиции есть работы, написанные буквально несколько недель назад. Михаил Буткеев – известный художник, ветеран Великой Отечественной войны. Несмотря на свой преклонный возраст, он до сих пор продолжает творить. Сейчас в мастерской Буткеева находится картина, которую Михаил Яковлевич завершит со дня на день. И это полотно обязательно представят на выставке. Экспозицию планируют постоянно обновлять, так как площади галереи «Универсум» не позволяют представить все разнообразие творчества Буткеева. А в нашем вечернем выпуске мы расскажем, где воевал и что помнит о войне. Народный художник России Михаил Буткеев. Не пропустите. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края пасмурно, местами дождь, при этом сильный юго-западный ветер. 9 градусов тепла в Заринске, Славгороде и Тальменке. 11 в Бийске, Белокурихе, Олейске и Рубцовске. В Барнауле днем до 9 тепла, без осадков, но сильный порывистый ветер. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова